Я представлю, наверное, участников нашей дискуссии, те, кто уже присутствует, и потом к нам еще два человека должны присоединиться. Я Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт.РА». Рядом со мной Александр Владимирович Бричалов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Далее управляющий партнер PricewaterhouseCoopers в России Дэвид Грей, Сергей Юрьевич Беляков, заместитель министра экономического развития Федерации, Тимур Муратович Солейменов, член коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии. И к нам, наконец, присоединились Михаил Анатольевич Абузов, министр Российской Федерации, и Владимир Сергеевич Груздев, губернатор Тульской области. Следующий вопрос Владимиру Груздеву хотел бы задать. Владимир, скажите, вот вы находитесь, ну, как бы немножко с другой стороны этой системы оценки, оценивают вас как регион? Владимир, первое. Насколько вы считаете эту систему, ну, вот, соответствующей вашим устремлениям? И второй вопрос. Вот не считаете ли вы нужным, чтобы в этой системе появились какие-то индивидуальные для региона показатели? Ну, вот, приведу, может быть, не самый удачный пример. Я был в городе Монтелье во Франции, разговаривал с мэром. У него есть обязательные показатели, а есть опциональные. У него опциональные показатели качества ритуальных услуг. У него старое население. Да, Владимир. Да, спасибо большое. Вы знаете, я постараюсь очень кратко. Там база 2011 года была взята, правильно, Сергей? Вот по итогам восьми месяцев у нас индекс промышленного производства Тульской области составил 105,3, да, по стране 101,8. Соответственно, объем инвестиций у нас 107, по России 98,6. Рост собственных доходов по индексу мы на восьмом месте в стране, по росту собственных доходов у нас 116% по базе 2012 года, мы на втором месте по стране. Теперь вернемся к таблице. Можно ее открыть, которую Сергей показывал Беряков? Можно, коллеги? Пожалуйста, кто управляет компьютером? Если можно, покажите слайд с табличкой регионов. Вот если вы посмотрите нашу группу, в которой находится Тульская область на почетном 13 месте, крепкий серенечок, то первую строчку занимает Ставропольский край, да, коллеги? И, как это ни печально, но именно губернатор Ставропольского края сегодня был освобожден от занимаемой должности, по собственному желанию, конечно. Вот, и хочу сказать, что губернаторов оценивают не по экономическим показателям, а по политическим. И вы должны тоже это четко понимать. За экономику губернаторов не назначают и не снимают. Это нужно четко понимать. Есть два хороших примера, два американских города. Город Нью-Йорк и еще великий, так сказать, у нас город-столица штата автомобильной промышленности, да, который мы все, Детройт, который мы все знаем. И вот качество государственного муниципального управления, мы знаем, что Нью-Йорк за последние 15 лет, благодаря и Бумбергу, и Джулиане, существенно продвинулся вперед. И, соответственно, Детройт за этот же срок похоронили, да. Ну, то есть реально города нет. Долг 36 миллиардов, ну, так сказать, дома стоят по доллару. Это вот как раз яркий пример того, как управление, реальное управление происходит. И это в том числе зависит от экономических климат, зависит от политической составляющей и качества государственного управления. Вот что я просто ко всем тем показателям, которые есть, о которых говорил Сергей Михаил, я просто поделюсь то, чем мы делаем, то, чем мы занимаемся. Мы стараемся снижать самое важное, это административную нагрузку на, в принципе, население и, конечно же, на бизнес. Мы, вот два года назад, когда я был назначен губернатором, делен полномочиями, у меня было 175 муниципальных образований. Вот по итогам выборов 8 сентября у них осталось 134, а по итогам следующего, в следующих выборах останется 110. То есть количество институтов, которые тем или иным образом влияют как позитивно, так и негативно на развитие бизнеса, оно уменьшается, повышается управляемость. Соответственно, договариваться бизнесу, принимать решения и сопровождать проекты, потому что проекты чаще всего они имеют, сегодняшние проекты, срок окупаемости 8-12 лет. Как вы понимаете, политическая каденция и губернатора, и главы муниципальных образований, она там два, иногда три раза заменяется. Поэтому здесь, чем меньше влияние со стороны государства с точки зрения, так сказать, надзора и сопровождения, особенно по стартапам, тем лучше. И, наверное, что я хотел еще добавить, как нужно оценивать. Мы ввели, конечно, безусловно, показатель уровень доверия населения к губернатору, но самый высокий, так сказать, самый лучший социальный срез – это, конечно, итоги и результаты выборов. Поэтому раз в пять лет у нас будет совершенно четко полномочия подтверждены или не подтверждены. Но и, что очень важно, бизнес любит деньги, любит тишину и, так сказать, стабильность. Поэтому, когда власть местная и региональная, от которой гораздо больше зависят, и те институты, которые местные и региональные влияют на развитие бизнеса, они гораздо больше влияют, нежели федеральные органы власти, то чем стабильнее эта власть, тем понятны и правила игры для бизнеса. Вот, наверное, тоже стабильность, сменяемость власти – это тоже очень важный момент. То есть, закономерность, при которых, так сказать, тенденции, которые происходят в области. А, безусловно, конечно, можно, так сказать, делать прорывы, они прорывы возможны. Но это тоже вопрос оценки, чем это дается. Вот я два года назад область принимал, у меня был долг 8 миллиардов, он у меня сегодня 8 миллиардов. То есть, у меня долг не увеличился, при этом доходы бюджета, собственные доходы за два года выросли почти на 30%. То есть, это не оценивается, кстати. Если мы посмотрим, ну, я не буду называть там другие, так сказать, регионы, посмотрим уровень долга, то уровень долга не учитывается в этих показателях, а его надо учитывать. Тем более, что указы президента от 7 мая 2012 года, они предполагают, потенциально предполагают рост долга регионов. Поэтому, вот мне кажется, что нужно оценивать в большей степени все-таки, если мы говорим об экономике, то это в том числе и финансовые показатели, если мы говорим о политической составляющей, то она все равно приоритет. Вот Владимир сейчас затронул очень тонкую материю, то, что с одной стороны надо показать хорошие показатели, а с другой стороны это стоит денег, и особенно майские, выполнение майских указов президента стоит больших денег. И вот здесь получается такая развилка, выполнить показатели, либо ухудшить экономику региона. Ну, тут вопрос в том, что сегодня, ну, скажем, мы не показатель, потому что мы за два года смогли создать, таким образом выстроить отношения с бизнесом и создать условия для развития экономической базы, что мы имеем рост, многие регионы имеют падение на сегодняшний день, в том, или собственные доходы по уровню прошлого года вынуждены, соответственно, занимать существенно больше. Но указы президента мы не обсуждаем, просто их обязаны исполнять, и мы будем их исполнять. То есть здесь у нас хватает денег и на параллельное развитие, и на указы президента, ну, с учетом поддержки федеральной. Многие регионы вынуждены резать капиталку для того, чтобы выполнять указы президента. И еще один вопрос, не могу удержаться. Вот, получается, у нас встроенная система оценки, но она, естественно, не совершенна, как любая система оценки. Федеральный уровень, региональный уровень, муниципальный уровень. Вы оцениваете как-то муниципалитеты? Да, безусловно. Но для того, чтобы, вы знаете, мы, регионы, в принципе, они еще только начали очухиваться от тех изменений, которые произошли в связи с принятием 131-го закона. Поэтому, скажем, одна из причин, почему мы пошли по укрупнению муниципальных образований, потому что многих из них собственных доходов хватало только на половину заработной платы, то есть все остальное мы датировали. Поэтому, безусловно, когда мы говорим об укрупнении органов местного самоуправления, то мы говорим в том числе о повышении уровня заработной платы и повышении ответственности этой власти. И здесь нужно будет смотреть, как это будет происходить несколько... Ну, нужно время просто на разгон. Но регионную местную власть мы оцениваем, у нас есть более широкий уровень показателей, но основная оценка это выполнение федеральных и региональных программ. Почему? Потому что элементарные вещи, вот, например, постановка со следующего года у нас формируется муниципальный дорожный фонд в соответствии с изменениями закона. Я уверен, что многие коллеги и губернаторы знают о том, что муниципалиты просто не поставили даже дороги на баланс. Соответственно, если не поставили на баланс, вы разделить честно те деньги, которые выделяете на муниципальный дорожный фонд, не можете, потому что нет соотношения, сколько дорог обслуживать. Поэтому это все идет в постоянном каком-то таком режиме. Вот сейчас все мои главы администрации района занимаются тем, что они ставят дороги ночью, да, чтобы получить муниципальный дорожный фонд. Выполняют программу народный бюджет. Это программа, которая позволяет вовлечь население в управление местным бюджетом и выполнение тех насущных проблем, которые есть. Ну, и, конечно, есть текущие показатели, которые происходят каждый год. Да, это ремонт дорог, это подготовка к осеннему-зимнему периоду потопительному, ну и так далее и тому подобное. Вот, поэтому оценки, они идут вот прежде всего по выполнению ДЦП и ФЦП, которые есть.